На Левашовском мемориальном кладбище в Ленинградской области состоялась литургия под открытым небом. И хотя погода была пасмурной, тепло совместной молитвой помогло нескольким десяткам пришедших выстоять литургию. Левашовское мемориальное кладбище. Когда-то это был секретный объект, место последнего сохранения жертв репрессий 1937 года. Но спустя 76 лет здесь проводится литургия. Первая литургия на Левашовском мемориальном кладбище прошла 16 июня 2012 года. Как и в прошлый раз, она состоялась благодаря инициативе настоятеля князь Владимирского собора, протеерея Владимира Сорокина. Место проведения литургии было выбрано не случайно. Здесь, на Левашовском мемориальном кладбище, среди десятков тысяч расстрелянных, захоронены немало священнослужителей, подвергнувшихся репрессиям в начале прошлого века. Конечно, каждый, кто как-то соприкоснулся с этим местом, свои домашние молитвы вспоминает. Но вот именно присутствие церкви здесь, оно необходимо, потому что это такая жертва, которой нужно все время возносить. Здесь молитвы Богу о прощении. К тому же еще мы молимся о том, чтобы здесь был в какое-то время установлен храм, чтобы каждый, кто сюда приходит, мог еще и помолиться в храме. 31 июля 1937 года приказ Наркома внутренних дел Ежова об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов был утвержден политбюро ЦК КПСС, в ходе которого сложили головы не только священнослужители. На основании этого приказа с августа 1937 года по ноябрь 1938 года 390 тысяч человек были казнены и 380 тысяч отправились в лагеря ГУЛАГа. Таким образом, установленные первоначально квоты репрессировать 269 тысяч человек были превышены в несколько раз. Говорят, Господь сказал, меня гнали и вас будут гнать. Правильно, Господь сказал это. Когда на страдания и видел, что действительно человек будет всегда за здоровый образ жизни страдать. Здесь люди верующие разные есть. Есть и православные, и лютеране, и католики, и евреи, и баптисты. Но здесь их объединяет то, что вера в Господа. А по вере в Господа преследовали людей. Литургия здесь на открытом небе, в то время, когда Церковь земная соединяется с Церковью Небесной. И здесь, где лежат люди святые, это воистину благодать Божья для нас. И без слез об этом говорить невозможно, потому что благодаря всем этим людям, всем тем, кто осветил свою веру, эту семью, мы ныне можем молиться Господу. Благодаря им живут наши дети. На кладбище захоронены представители разных вероисповеданий и национальностей. Христиане, рабочие, сельское духовенство, асоциальные элементы, уголовники и бывшие члены оппозиционных партий. И кто бы мог подумать 76 лет назад, что на месте этого секретного объекта будут проводиться литургии, что сюда будут приходить люди, и их будет объединять любовь к Господу и Богу нашему Иисусу Христу. А духовное единство – страшнейшее оружие для любого врага.